Яркой страницей войдет в историю нашей Родины год 60-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Юбилейный 1977-й был годом новых свершений советских людей. Достоянием истории станут кинокадры запечатлевшие и праздничные октябрьские салюты, и трудовые подвиги передовиков производства. Исторической назвали сессию Верховного Совета СССР, принявшей новую конституцию страны. Выступая на сессии, генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев сказал. Повышение творческой активности масс неразрывно связано с развитием социалистической демократии. Одним из свидетельств этого стали многочисленные рапорты о новых трудовых победах. Это самое веское слово трудящихся в поддержку своей новой конституции. Август 1977-го. Борт атомохода «Аптика». Долгота 0, 90 градусов северной широты. Полюс. Столетиями мечтало человечество о таком походе. На трагическом пути к Полюсу погибло немало отважных. И вот свершилось. Беспримерный рейс советского атомного ледокола, посвященный юбилею Великого Октября, завершен. Мурманск встречает героев. Вспоминая сейчас о трудовых подвигах, свершенных в юбилейном году, мы говорим о них беспримерной, уникальной, особенной. И это не преувеличение. Уникальный судовой дизель изготовили и испытали рабочие ордена Ленина и Трудового Красного Знамени производственного объединения Брянский машиностроительный завод, досрочно выполнив свои предоктябрьские обязательства. В конструкции дизеля использованы самые последние достижения мирового дизелестроения. Его мощность 21 тысяча лошадиных сил. Поселок Полярные Зори, Кольская Атомная. Леонид Ильич Брежнев, выступая с докладом «Великий Октябрь и прогресс человечества», подчеркнул. Энергия атома только для мирных целей. С таким призывом обращается к правительствам и народам в год своего 60-летия Советское государство. В предпраздничные дни на Костромской Гресс полным ходом шла подготовка к установке агрегата мощностью в 1 миллион 200 тысяч киловатт. Уникальный агрегат в два раза превысит мощность Днепрогресса, пущенного в годы первых пятилеток. В юбилейном году Кострома отмечала свое 825-летие. К старинной славе костромских ткачей и ювелирных дел мастеров прибавилась в наши дни слава энергетиков, машиностроителей, зодчих. Указом Президиума Верховного Совета СССР город был награжден орденом Октябрьской революции. На торжественном митинге, посвященном награждению города, выступали те, кто своим трудом и создает славу сегодняшней Костромы. Была среди них и Валентина Николаевна Плетнева, ткачиха льнокомбината имени Ленина, герой социалистического труда. Это она, Плетнева, опрокидывая обычные представления о нормах и возможностях, взяла на себя повышенные обязательства выполнить за пятилетку 13,5 годовых заданий. Она на несколько лет опережает своих товарищей по труду. Брянским комсомолкам Наде Барановой и Светлане Силаковой год уходящий запомнится событием радостным. Им вручили ключи от новеньких тракторов. Так началась их самостоятельная работа. Запомнятся добрые словонапутствия, поздравления подруг, первые километры, пройденные тракторами по родным полям колхоза имени Калинина. У знатной ивановской ткачихи Валентины Николаевны Голубевой в уходящем году было два больших события. В конце июля она первой в стране выполнила пятилетнее задание. В юбилейном году за успехи в труде Валентина Николаевна была удостойна высокого звания Героя социалистического труда. Николай Хватов работает здесь, в Новгороде. А родился в маленькой деревеньке на берегу озера Ильнин. После армии пришел на строительство новгородского производственного объединения «Азот». Корчевали лес, вели дороги, прокладывали фундаменты. Потом стал Николай Васильевич Хватов бригадиром комплексной бригады. Говорят, что легче перечислить объекты, на которых не работала бригада Хватова, чем вспомнить все фундаменты, ею уложенные. Чем запомнится Николай Васильевичу год уходящий? В июне бригадиру Хватову было присвоено звание Героя социалистического труда. Череповецкий металлургический завод. Высокое звание Героя социалистического труда присвоено старшему горновому 4-й домне Георгию Михайловичу Быстрову. Коллектив печи в юбилейном году досрочно выполнил свои социалистические обязательства. На 22 дня раньше срока была завершена выплавка 2-х миллионов тонн чугуна. Сегодня металлурги плавят чугун в счет 3-го миллиона. Мы прощаемся с 1977-м. Он уходит в историю, прожитый нами год. Наступает год 1978-й. Он придет в праздничных огнях новогодних елок с детским смехом и звонкими песнями. Он придет обязательно в каждый дом, принося с собой радость свершений и уверенность в завтрашнем дне. С Новым годом! Новых вам успехов!